Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим, что нам готовит торговая неделя. Понедельник у нас уже прошел, перейдем сразу ко вторнику. Во вторник единственное, что привлекает внимание, это аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций в 14.30 по Британии. В среду тоже у нас есть размещение 10-летних казначейских облигаций по доллару по Америке в 22.00. Ну и четверг. Четверг у нас достаточно активный по новостям. Это ВВП Британии в 11.00. Затем у нас аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций в 22.00 по Америке. Это возможно сильная волатильность. И решение Банка Мексики по процентной ставке в 23.00. Пятница спокойная. Вот такая у нас неделя. Давайте перейдем к торговому терминалу. Начнем с биткоина. Биткоин опять пошел в рост. В этих условиях краткосрочной сделки я давать рекомендации по ним не буду, потому что очень волатильная валюта. Их маловероятно, что малопредсказуемая. Но основной прогноз это рост. Я вообще уверен, что биткоин будет расти в долгосрочной перспективе и превысить все свои максимумы. Поэтому единственная верная стратегия купил и держи. Кто интересуется криптовалютой, присмотритесь к покупке биткоина. S&P 500 у нас пробил опять максимум очередной, как мы и обсуждали с Артемом Диевым в прошлую пятницу. Ставит новые максимумы. И вот здесь я обнаружил вот такую вот линию сопротивления ее же поддержки зеркальной, которая уже отработалась. И скорее всего, если мы будем возвращаться еще разочек, можем здесь рассматривать покупку от линии поддержки. Давайте посмотрим индекс доллара. Индекс доллара находится в консолидациях перед линиями сопротивления. В ближайшее время, если дойдем до линии сопротивления, можно сделать короткосрочную сделку на продажу. Затем возможен пробой и дальнейшее движение вверх. То же самое по евро. По сути дела, зеркальная ситуация. Если мы вернемся к линии поддержки, то можно рассматривать сделку на продажу. То есть зеркальная линия сопротивления будет. В остальном у нас сейчас определяется евро. Если она пробьет дальше эти все линии сопротивления и поддержки, точнее, пойдет вниз, то будет долгосрочный тренд вниз. По нефти отбились опять от линии поддержки. Идем вверх, но на пути будет несколько сопротивлений у нас. Первое это зеркальная линия поддержки, зеркальное сопротивление. Потом обычная линия сопротивления в рамках этой консолидации. Ну и вверху граница на H1, H4 видно. Эти границы, они пока сохраняются, поэтому по всем прогнозам у нас будут продажи. Что касается золота. Золото последние два дня резко падает. Ну, в пятницу и понедельник, да, наметились сильные движения. После резкого снижения у нас была медленная коррекция. Сейчас цена опять идет вниз. Скорее всего, если учитывать эту инерцию, если она продолжится, то у нас движение может пойти даже ниже этого минимума. Но как минимум, как мне представляется, до линии Fibonacci 61.8. Хотя от нее, по идее, я делаю прогнозы на покупку. Но здесь при таких сильных движениях вниз надо быть осторожным. Возможно, сильные движения пробивные вниз. Так, евро мы посмотрели. Фунт австралийский доллар находится вот в таком движении. При этом я вижу, что вот эта линия сопротивления, она же поддержки зеркальной, уже несколько раз подтверждалась. Очень вероятно, что еще раз она отработает себя. Если вернемся сюда, в эту зону, можно будет здесь покупать. Также от линии сопротивления продаем, поддержки покупаем. Находимся в хороших таких границах. Канадец франк находится в хорошем тренде вверх. Единственное, что можно здесь наметить, это если будем возвращаться к линии сопротивления, она же поддержка зеркальная, можно рассматривать покупки вот этой линии. Вот такие рекомендации. Всем желаю хорошей торговой недели. Подписывайтесь, ставьте лайк. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.